Субтитры создавал DimaTorzok Говорит мечта так Если работники забыли, а хозяин не забыл, он еще не остается бедником? Почему? В Диме написано, что твой урожай и ты забыл. То есть, так как это урожай твой, ты как хозяин должен был его забыть. То, что твои работники забыли его на поле и забыли его собрать. А ты не забыл, этот сноб еще остается твоим. Но, говорим дальше, говорим, что твой урожай, но то же самое, если хозяин забыл, а работники не забыли. Все равно это не является шефика, снобом для бедняков, потому что написано, когда ты будешь вязать. То есть, получается, здесь нужно, чтобы забыли и хозяин, и работники этот сноб на поле, и тогда этот сноб будет снобом для бедняков, а не для хозяина. Говорит дальше, говорим дальше, что твой урожай, а не удастся словом Раби Шимона говорить, что даже если по полю ехали погонщики ослов, проходили погонщики ослов, и увидели там сноб, этот сноб еще не будет являться шефика для бедняков. Даже если хозяин и работники забыли, пока все не забудут про этот сноб. Если же все это, что мы сказали, это если бы он сам хозяин был на поле, но если, говорим, что хозяин был в городе, и будучи в городе, говорит, я знаю, что мои работники забудут снобы на таком-то месте, и они действительно забыли. Эти снобы являются снобами для бедняков, потому что он должен быть на поле. Дальше. Но если он сам был в поле, и говорит, я знаю, что мои работники, бездельники мои, они забудут снобы в таком-то месте в поле, тогда этот сноб не будет снобами для бедняков. Написано в Торе, и ты будешь в поле, и забудешь. То есть, когда ты в поле, и твои работники забыли, но ты знаешь, что они забыли, и ты не забыл, этот сноб еще твой. Но если ты в городе, и ты не забыл, но твои работники забыли, этот сноб уже не твой. Говорит, что она интересная вещь. Говорит, что в отношении находки то же самое. Что значит в отношении находки? Человек хочет что-то найти, или он что-то нашел. То есть, по его полю, скажем, бежит олень. У этого оленя сломанная нога, и его легко поймать. Люди бегут за ним, и олень бежит по его полю. Он может сказать, этот олень мой. То есть, мое поле приобретает этого оленя для меня. Говорит, что это тоже работает, только если в случае он находится на своем поле, а не в городе. Как говорит Даших Мара. Мара говорит, но мы с вами проходили, что все это при условии, что поле приобретает для него этого оленя. Если он может его догнать и поймать. Теоретически, он может его догнать. Какая разница, где он находится, в поле или в городе. Мара отвечает, Они говорят, нет. Все равно, даже если он находится на поле, для того, чтобы это поле этого оленя для него приобрело, Без того, что он его поймал, теоретически, он должен смочь догнать и поймать этого оленя. Как бы там ни было, говорит Гмара дальше так. Мы сказали, что если этот снов был покрыт соломой, тогда этот снов не является забытым и принадлежит хозяину, а не беднякам. А что если весь, все его поле, все его снопы были покрыты соломой, говорит Гмара, Но мы это можем выучить из другого закона. Человек, который слепой, и у него есть поле. И он собрал снопы, и один сноп забыл на поле. Этот сноп является забытым снопом. Несмотря на то, что он его не мог увидеть, все равно, что у этого покрыты его снопы соломой, а этот слепой не видит. Но, говорит Гмара, Рабиона умер, безухер это кашим. Когда это работает? Нормально. Что мы сказали? Если закрыты соломы, это, так как он его не увидел, не является забытым. Но, говорит Гмара, что? Гмара хочет сказать, что если закрыты, как у слепого, тогда будет это шикар. Рабиона говорит, нет, безухер это кашим. Как наша мечна говорит, про какой случай? Когда он помнит солому, знает, что там есть у него солома, и помнит эти снопы, тогда это не будет шефиха. Поэтому, как мы сказали, Рабиона говорит, что наша мечна говорит про случай, когда он помнит про солому, которая покрыла его сноп, но забыл свой сноп, тогда этот сноп еще его. Но если забыл и про солому, и про сноп, тогда этот сноп является снопом бедников. Дальше говорит Гмара, говорит Гмара, это Рабиона, это Рабиона, говорит, как Рабиона, который человек взял сноп, чтобы отнести в город. Потом положил его на землю, и положил на него другой сноп. И забыл. Если он помнит первый, то тогда и нижний, это его сноп. Но если он забыл и первый, и второй, тогда оба они его снопы, как бы первый покрывает второй, как солом покрывает деда сеп. Как бы это ни было, следующее, Аллаха 7 говорит Мишна так, Теперь, мы сказали, сноп становится снопом бедников, когда он его забыл. Когда он забыл, когда он забыл его, и это было уже последнее действие, связанное со связыванием этих колоссов с снопы. Но если он бы дальше их связывал, тогда это не является шкиха. Как объясняет Маратак, что он собирал здесь для соломенных шляп, или для других шляп, эти колоссия, они еще не становятся шкиха. Говорит Маратак, Человек, который собирает свои колоссия в огромную кучу, то тогда там есть шкиха. Если он забыл, это будет для бедников. Но если он потом вот эту огромную кучу хочет отнести дальше, на другое место, где он собирает или будет разбирать эти колоссия, тогда это не будет шкиха. Говорит Маратак, Закадар, КОЛА МАМЕРЛИМАКОМШУУГГМАРМЕЛАХАЕШЛОШШКИХАМИМЕНУ. ВЕЛА ГОРЕН ЭНОШКИХАМИМЕНУ. Человек, который собирает эти колоссии, завязал их уже в снопы. И после того, как он их завязал, больше никуда их нести не будет, если он эти снопы забыл, они являются шкиха для бедника. Но есть еще ИНОГАМАРМЕЛАХАЕНУШКИХАМИМЕНУ. ВЕЛА ГОРЕНЕШКИХАМИМЕНУ. А если он еще дальше будет их куда-то дальше нести, что-то с ними делать, тогда эти снопы, еще так как не закончилось их действия, они не могут стать шкиха, то есть подарком для бедников. И в арабе сняли, Мы сказали, что он собирает эти колоссии для шляпы, которая одевалась на голову. Это другая шляпа, которая одевалась или ниже, или завязывалась под подворотком, тогда эти колоссии еще и будут. Что мы сказали, Мишна говорит, он собирает это ле харала, харара, говорит Гмара, это галгал, круг, что за круг. Одно из объяснений, что он собирает, он хочет сделать из него сразу тесто, там мы тесто крутим, оно обычно круглое, или он делает огромный, или он собирает это как дрова для того, чтобы это тесто на них испечь. И заканчивает Гмара, говорит так, говорит Гмара, говорит Гмара, откуда мы знаем, как мы сказали, для того, чтобы этот сноб считался забытым для бедняков, нужно, чтобы больше его дальше ничего с ним не делали, не связывали. Говорит он, по сути говорит, что что является, когда ты будешь срезать свое поле и забудешь там сноб, когда человек срезал свои колоссы, еще у него есть там что-нибудь срезать? Нету, он срезал, больше ничего нету срезать. Так и когда человек делает эти снобы, завязывает в снобы, когда этот сноб считается забытым, когда больше он бы его с ним ничего не делал, он его завязал, это последнее место, и последняя остановка этого сноба, и он его там забыл, этот сноб остается для бедняков. Но если бы он перемещал его дальше куда-то, для того чтобы там его будет делать в более большую кучу или так далее тогда этот сно не будет считаться забытым стопом и он еще является собственностью хозяина они бедняка на этом закончили 5 главу адрана нах первых годы начнем шестую дай бог что мы закончили и и 2 страта пиа без юрисовички талмут все вместе без рада шема рука донай лаула амин де амин